Всем большой привет! Добро пожаловать в новое парфюмерное видео! И сегодня, приехав с отпуска, я буду повышать себе настроение посылочкой, откуда, конечно же, из интернет-магазина Рандеву. Посылочка приехала уже несколько дней назад, и вот сегодня я съездила ее в пункт выдачи СДЭК и забрала. Как вы можете видеть, вот, коробочка не очень большая, но дело в том, что здесь я заказала все свои хотелки, некоторые из них вслепую, по очень выгодной цене, как это водится в интернет-магазине Рандеву, потому что я всегда мониторю там цены, смотрю, когда будет что-то выгоднее, причем один парфюм, который здесь находится, я вылавливала, вы не поверите, сколько. Ну, практически около года, пока цена на него снизится. То есть вы понимаете, что здесь будет еще и один повтор. Ну что, давайте распаковывать. Я поставлю посылочку на коленки, возьму мистер-ножечек, и сейчас все открою, все открою, все открою, ну и покажу вам, что там у меня. Так, микрофончик не упал, не упал. Здесь парфюмов будет немного, предупреждаю, но все достойные будем с вами вместе с ними знакомиться, будем смотреть, сравнивать старые выпуски, новые выпуски и так далее и тому подобное. Вот такая вот подушечка безопасности, как всегда, которая не дает ни одной службе доставки расправиться с нашими долгожданными приобретениями. Открываю, сразу вижу вот здесь вот. Всем, наверное, кладут, напишите, пожалуйста, в комментариях, вам все понравилось, что-то не понравилось. На QR-код наводим и проходим, да, и рассказываем о своих впечатлениях. Так, шуршалки такие, сразу вижу подарочки. Вот у меня 100 было таких вот кремов от этой корейской марки, возьму на дачу, очень они мне нравятся. Так что вот такой подарочек, плюс я еще, конечно же, заказала себе масочки, потому что на рандовую масочки стоят просто какие-то сущие копейки. Можно найти по очень привлекательным ценам, там 20 рублей, 23, 25 рублей. Итак, вот в основном я приобретаю и предпочитаю корейские масочки. Вот такая масочка с медом, еще одна масочка с медом, еще одна масочка с медом. Ну, по несколько дней на каждую масочку. Вот, смотрите, сколько тут масочек с медом, чтобы личико омолаживалось, чтобы было всегда свежее, напитанное, увлажненное. Вот, вот они масочки, посмотрите, просто солнышко вам в кадр, солнышко вам в чат, как это говорится. И вот еще одна масочка с огурцом. Так что вот, смотрите, хватит мне, ну, масочки я использую где-то, наверное, через день, и хватит мне их довольно-таки надолго, учитывая и то, что еще этих масочек у меня множество есть. Так, и тут парфюмки. И, кстати, судя по составу заказа, мне опять положили очень много из бренда Анжелин. Кот, провода. А вот, кстати, кот занимается проводами. Коты, когда приехали с дачи, они подумали, что им очень скучно. Так, ну-ка, давай, топай. Прошу прощения, видео прерывать за кота не хочется, и угонять его тоже не хочется. Сейчас я ему отдам коробку рандевушную, и он будет ей играть. А где мама находится, я не знаю. Ну, в общем, не знаю, с чего начать. Прямо, что тут на меня смотрит. Блотер я тоже, кстати, взяла. Будем отрывать и пробовать Анжелину. Попробуем, что мне в этот раз положили. Там, по-моему, целых четыре Анжелины в составе. Ну, где-то, наверное, там на донышке это есть. Так, вот, смотрите, что я хотела. И по очень выгодной цене приобрела на рандеву. Конечно же, со своим промокодом 10 Тверская. Пожалуйста, используйте этот промокод, другие промокоды, которые вы найдете на просторах интернета. Но лучше, конечно же, чтобы вы применяли мой промокод. Итак, Крид. Давно мечтала, но ценник на эту парфюмерную композицию просто был заоблачный. Тут я нашла ее по сверх-мега классной цене. Ну, вот, честно вам скажу, дешевле, чем люкс. С моим промокодом обошлось где-то около 12 тысяч за максимальный объем. Вот, Крид, Love in White, а любовь в белом, Summer Edition. То есть, естественно, приобретала я это к весне и к лету. Предварительно с этой парфюмерной композицией я была не знакома. Сейчас вместе с вами будем знакомиться. Хотя, Крид, Love in White классический, я знаю, и он был в моей коллекции. Обратите внимание, что Крид оригинальный. Он поставляется совершенно без слюды. Если вы найдете что-то в слюде, ну, по крайней мере, что касается объема 75 мл, то это будет, увы и ах. Но у нас Рандеву славится тем, что он сотрудничает с официальными марками, является официальным представителем многих брендов, дистрибьютором в том числе. И на Рандеву только оригинальная продукция. Поэтому, покупая на Рандеву, я даже не сомневаюсь ни в подлинности, ни в сохранности парфюмерной композиции, которые едут ко мне разнообразными службами доставки. Так что, вот, смотрим. То есть, слюды тут не будет. Это хорошо. Вот такая вот красота. Вот такая вот красотища. Смотрите, тут фирменный буклетик Крид. Кстати, посмотрела на сайте и обнаружила, что сейчас этот аромат временно раскуплен. Раскуплен, поэтому вы сейчас объясню, почему так получилось. Но это я в этом виновата, что его раскупили. Но вы ставьте сердечко, вставьте в избранное. Я думаю, что в скором времени он появится. Но самое главное бы по такой цене, да, шикарный. В своем отпуске я проводила практически каждый день стримы, потому что парфюмов мало взяла с собой. И на одном из стримов я обмолвилась, что вот, жду вот этот вот именно аромат. И его прям буквально за день раскупили. Так что очень хорошо я сделала, что сначала его заказала, потом всем рассказала. Сначала заказала, потом рассказала. Это должно быть правило, потому что неоднократно бывало так, что я озвучила вслух своих отселки, подкапливая на них денежки. Ну и оказывалось ни с чем. Так что вот там вот такая красота. Кто знаком с этой парфюмерной композицией, пишите мне, пожалуйста. Будет очень интересно. Такой вот, смотрите. Ой, какая же красота. Вот здесь вам будет видно. Вот такой вот флакончик прозрачный, с жидкостью прозрачной, как слеза. С ароматом я не знакома. Так, что-то у нас на донышке. Тут у нас гравировочка. Ну, в общем, прелесть, а не парфюм. Что такое? Так, крышечка. Давайте смотреть, чем это пахнет. Ой, не падай, пожалуйста. От волнения аж, видите, все из рук валится. Так, а был холостой пшик. Ой. Это, это мои хорошие, весна во флаконе. Это свежий цветочный аромат. Ммм. В общем, с пудровостью, с белыми цветами, с какой-то свежестью, акватикой, с фруктовостью. Ну, конечно же, тут яблочко должно быть, потому что фирменное яблочко, это такая топовая нота всех ароматов Крит. Разношу на коже, вам расскажу. Расскажу чуть попозже. Потому что сразу вот такие вот, ну, ощущения, это не совсем объективно. Нужно посмотреть, как он раскроется. Это же такой нишевый классный бренд, старейший. Ну, вот с первого буквально за тестом мне эта парфюмерная композиция очень понравилась. Так что вот, смотрите, какая красота. Ну, одобряется мое приобретение? Я думаю, что одобряется, да? Классно, супер, мега, жаль, что только раскупили. Следующая парфюмерная композиция, это будет тот аромат, который является капитаном очевидностью. Это товарная версия, то есть с людям, заводской упаковки, не тестер. Ex Nila Last in Paradise. Мой любимый. Какой флакон у меня по счету, я уже точно не помню. Но когда у меня во флакончике остается 10 мл, я начинаю беречь и переживать. На даче у меня остались сущие капли, здесь миликов 10 осталось. И вот берегла-берегла. Ценник, вы все знаете, в сетях на эту парфюмерную композицию 30 тысяч и больше. На рандеву тоже она была больше 20 тысяч в течение года. И тут вот сейчас, на данный момент, когда я покупала, делала этот заказ неделю назад, и сейчас я посмотрела именно на товарную версию. Ex Nila Last in Paradise. Продолжается повышенная скидка, минус 40%, на которую действует еще и мой промокод, который суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Промокод смотрите, копируете в описании под видео. Просто копируете и вставляете его во время заказа, и скидочка рассчитается. Итак, тадам, скидка минус 40% с моим промокодом еще на 10% вкуснее и дешевле, чем стоит сейчас товарная версия, я не видела. Это при том, что тестер стоит 20 с лишним тысяч рублей. Вы только представьте. А тут товарная версия обойдется вам очень вкусно. Ссылочку на все товары оставлю, чтобы вам было удобнее. Кликабельный пройдете, посмотрите. Может быть, вы так же, как и я, мечтали, да, об этой парфюмерной композиции. Так, плотная слюда, как всегда. Открываем, да. Ну вот вообще я бы взяла тестер, потому что тестеры Ex Nila идут с этими, с крышечками, как полагается. Коробки мне, в принципе, не нужны. Коробки у меня их, сколько этих коробок, уже сколько я выбросила. Но дело в том, что это выходит на очень много тысяч дешевле, чем тестер. Поэтому, да, естественно, берем с вами так. Сейчас я его раскрою. Ну, сейчас вдруг кто не видел, как выглядит Ex Nila в заводской упаковке. Тут вот такой вот, да, вот, вспененный, то ли полиуретан, то ли еще что-то такое. В общем, какой-то такой материал, который тоже, как бы его не пинали, там службы доставки разнообразные, не даст разбиться парфюмерной композиции. Ex Nila, тут вот так вот сдвигается вся вот эта вот красота, или вверх, или вниз, я уже не помню, да. И вот, вот, вот он, сам флакончик. Тут вот у нас буклетик. Ну, буклетики, насколько я помню, вот тут вот ничего нету. Ну, если хотите, сейчас с вами посмотрим, что там есть, может быть, что-то изменилось. Так, флакончик так просто еще и не вынимается. Ну, вот он вынулся, вот видно, что там холостые пшики, шикарное оформление флакона, и шикарный аромат, который я люблю безмерно. Но сегодня, мои хорошие, мы будем с вами душиться другой парфюмерной композицией, которая у меня вот там тоже в коробочке, которую я тоже очень долго хотела, и ждала, когда будет на нее повышенная скидка. Итак, Last in Paradise, о чем парфюмерная композиция? Нет, с носикой уже даже чуть-чуть пахнет, потому что это очень стойкий, шлейфовый, такой активный, диффузный аромат женственный. Здесь много пиона, здесь много розового перчика, и, конечно же, личи. Очень красивая женственная парфюмерная композиция. Ну, когда-нибудь я вам покажу всю коллекцию своих ароматов Ex Nila. А пока давайте полюбуемся на флакончик, пока еще не заляпанный пальчиками. Вот такая вот у нас красота, красотища. На донышке у нас наклеечка, 100 миллилитров. В общем, сейчас, на данный момент, на сегодняшнее число, когда я снимаю это видео, не знаю, что будет завтра, это самая выгодная цена на этот замечательный бренд. Отправляйся, дружочек, сюда. Ну и вот аромат, который мы с вами сейчас подушимся. Та-дам! Давно я его хотела. Это L.M. Мацоне, Лорен Мацоне и парфюмерная композиция в форме Экстракт de Parfum Пуре Сеншал Орхид. То есть чистая Сеншал Орхид. Сеншал Орхид, да? Чувственная орхидея у меня есть. Я ее обожаю. Мне хочется посмотреть, что это там воспроизвели в таком вот красненьком флакончике. Ну что, давайте откроем парфюм. Я хочу нанести его на себя. Меня привлекло то, что в этом аромате по пирамиде обещается очень... Ой, липко-то как. Очень-очень много миндаля. А миндаль я всегда ищу в парфюмерии. И я ожидаю, думаю, что парфюмерная интуиция меня не обманет, что здесь будет просто божественный миндаль. Тестерных версий нет. Есть, по-моему, в форме от ливантиков. Кстати, не забывайте, что всеми ароматами из своей коллекции, которых в достаточном количестве, я тоже могу с вами поделиться. Меня можете найти в ВКонтакте, в Телеграм. Все ссылочки также вы найдете в описании под видео. То есть в инфобоксе, может быть, я и комментарии прикреплю, потому что не все умеют пользоваться, собственно, этой инфобоксом. Так. Так, тут вот еще тоже QR-код один приклеен. Вот такая вот коробочка. Ее открывать не нужно. Тут это вот так вот все открывается. Все очень просто и легко. Вот, смотрите, пока еще шерстинки кошачьи сюда не прилипли. Так как этот чехольчик, такой определенный пылесборничек, да. Вот здесь вот аббревиатура бренда Лорен Мацоны. Ну, шикарное, шикарное оформление, уж ничего не скажешь. Тут вот это вот на магнитике. Красота. Потом, знаете, вот очки можно в этих футлярчиках хранить. Так, ну что, открываем. Вот такой вот шикарнейший флакончик. Так, коробочку ставим. Ну, коробочка, да, супер. Еще бы она бы так пыль не собирала, и цены бы ей просто не было. Ставим вот сюда, и давайте рассматриваем. Будем рассматривать флакон. Вот такой флакон, красивый, классический, для современных выпусков этого бренда. Такая, да, что это называется, прямоугольничек, да. Крышечка не на магнитике. Ну, в общем, было бы хорошо, было бы на магнитике, но на магнитике, так и не на магнитике. Но у этого бренда и нету ничего на магнитике. В общем, красота. Нанесу на сгиб локтя. Очень микропшиковое такое распыление. Новое слово вошло в чат, микропшиковое. О, да, это то, что я хотела. Это опять стопроцентное попадание в цель, потому что самые стартовые ноты, божечки, какой он диффузный, к носу подносить не надо. Это миндаль, это миндаль, это обжаренный миндаль. Он немножечко такой ликерный, цианидный, даже с каким-то, знаете, таким привкусом, да, в носу, который создается и передается даже на органы вкуса вишневой косточки. Обалденно! Есть какая-то кожаная нотка, легкая, цианидная, очень много миндаля, и где-то вдалеке чувствуется та самая орхидея, Лорен Мацоновская, такая импортная, такая, сказать, фирменная, купающаяся в уходовых средствах. Обалдеть! Потом вам расскажу стойкости шлейф, но пока вот я просто в восторге с первых нот, то, что я и ожидала, да? Балдеж! Это, наверное, лучший парфюмерный миндаль, который я только пробовала. Вот, смотрите, такая красота! Еще, конечно, я заказала кое-что косметического к своим заказикам на рандеву, я всегда докладываю что-нибудь, что у меня очень быстро расходное. Не забываем, что рандеву это магазин не только парфюмерии, но и косметики, и аксессуаров, разнообразных товаров для дома, чего там только нет. Ну, в общем, постоянно заказываю средства для бровей, карандашики для бровей, ой, Вивьен Собода, и вот заказала маркер для бровей очередной, потому что мой подходит к концу. Ссылочку тоже вам оставлю, но если вы смотрите еще и бьюти-блогеров, вы знаете, и в том числе в самых даже премиальных люксовых салонах красоты города Москвы, например, для оформления бровей используют, собственно, это продукты Вивьен Собо как самые лучшие и при этом довольно-таки бюджетные. Где у меня там Ангелиша-то? Ага, сейчас будем тестировать Ангелину. Так, вроде бы все, да? По-моему, все, больше ничего не вижу в коробочке. Четыре сэмпла целых мне прислали на тестирование. Я не знаю, не смотрела пирамиды. Бренд пока еще не встал на просторы интернет-магазина рандеву в полноразмерных флаконах. Я знаю, всем рассылают вот такие пробнички для ознакомления. Я думаю, что неплохо было бы выразить свое мнение по тем пробничкам, которые у меня были до этого. Я поняла, что это оммажи довольно-таки качественные на коммерчески успешные парфюмерные композиции. Ну и давайте смотреть, что тут будет, если зрение у меня добьет. Если не добьет, я буду тут вставлять название. Вот опять я не взяла Ангелина. В общем, название буду вставлять сюда, потому что зрение у меня не добивает. А этот самый увеличительное стекло я не взяла. Так, и только нужно мне поставить по порядку, да, вот их. Может быть, сейчас все-таки добьет. Вот полтора миллилитра вижу. Ну где у тебя название-то, господи. Ангелина. А, все, поняла, увидела, добила. Make my day называется парфюмерная композиция. В общем, make my day. Анжелина, давайте посмотрим, чем это пахнет. Это пахнет, опять же, очень знакомо фруктово. Прямо до боли знакомо что-то такое у меня было. Пахнет сладко, фруктово, ананасами, персиками, яблоками, малиной. Что-то такое знакомое make my day. Такое фруктово, фруктово-сладкое. А, все, пошли флюиды. Вот это фруктовое-сладкое, знаете, что? Фруктовое-сладкое, вот смотрите, раскрылось, раскрылось экс-нило флер-наркотиком. В общем, старт такой, не поймешь, чем это и пахнет, а потом, когда первые стартовые нотки выветриваются, это такой более сладкий, мягкий, более фруктовый, без визжащей, ноты, присущие флер-наркотику, экс-нило ноты. Да, это более сладкий, более фруктовый, экс-нило, флер-наркотик. Вот, видите, прям сразу не скажешь, но тема интересная, так называемые, чуть ли не слепые, вот эти вот затесты, без прочтения нот, что вот, вот так вот раскрывается, сначала вроде не похож, а потом улавливаешь вот эти ноты, видимо, питалии, вещества, пионы, розы, немножечко личи, но добавлены тут другие сладкие ноты, фруктовые, которые я услышала, как ананасы, ягоды, малины, даже персики, да, вот что-то такое, более мягкое, слушайте, мне понравилось, да, это более сладкий, нежный, округлый, невежащий, амаш на экс-нило, флер-наркотик, слушайте, вот и неожиданно, но потом уже с вами женщина, у нас восприятие от дня в день меняется, так, второй аромат, второй аромат, сейчас будем разгадывать, как он называется, и настраивать зрение, на это, тут у меня зрение не настроится, наверное, вообще, возможно, я, да, кверх ногами смотрела, так, видимо, свет вот так светит, полтора миллилитра, потому что, когда смотришь, вот на свет, фрут, фрукт-наркотик, по-моему, называется, в общем, фрут-наркотик, точное название, я подпишу, ну, это, эрбопура, что-то такое, да, это что-то наподобие, эрбопуры, киркет, сан-теренцо, ну, вот, капитан-очевидность, вот такой вот, мускусный, немножечко шершавый, опять же, фруктовый аромат, тут и разгадывать, нечего, вы все поняли, на что это похоже, правильно, я, наверное, название прочитала, думаю, что я не ошиблась, так, давайте тут еще один аромат, потестируем, а то 20 минут уже с вами, болтаем, так, опять-ка, я их ногами взяла, о господи, что-то такое, энд фэнтези, хауты, энд, в общем, непонятно, название вы найдете в описании, так, еще тут кнопка такая, черненькая, как бы себе в рот не брызнуть, слушайте, ну вот этот омаж на X-NILO FLIR наркотик, мне очень понравился, давайте посмотрим, что вот это вот, такого у меня тоже не было, это наркозис вертус, это омаж на наркозис вертус, название, я надеюсь, вы прочитали тут, омаж на наркозис вертус, тут и ревень, тут и манго, тут и табачные ноты, тут и мариваля, ванна та самая, да, что-то такое вот, в общем, парфам сакс грин, либо вот это, да, то, что я вам сказала, надеюсь, я правильно сказала, я в отпуск уже про все духи забыла, наркозис вертус, короче, так, и последний у нас, что, тут и мун, тут и мун, насколько у меня, что-то там, на луну, да, добивает зрение, тоже название увидите, интересно, сколько будут стоить эти прекрасные омажи, если до 10 тысяч, то в принципе, имеют место быть, но они по определению должны стоить дешевле, чем оригиналы, так скажем, потому что довольно-таки узнаваемо, парфюмер, парфюмер, тут уже такой, интересной нотой, да, это тоже что-то такое узнаваемое, и у меня такой точный, либо есть, либо было, такой туберозный аромат, я надеюсь, это не омаж на кокаин, франбукле, но тогда должно фекальность полезть, нет, вот это не могу доказаться с первых нот, но это точно у меня что-то было, потому что звучание очень-очень знакомое, туберозное, что-то такое очень сильно туберозное, белоцветочное, да, очень туберозное, белоцветочное, я бы сказала, что это омаж на кокаин, франбукле, только без фекальных нот, в общем, вот мои хорошие, вот мой заказик, вот мой классный заказик, пишите, что вы думаете по этому поводу, с какими ароматами знакомые, за какую бы вы цену купили бренд Анжелина, раз они все являются парфюмами, которые похожи на что-то, но я так думаю, точно не должны дороже стоить оригинал, ну там 7-10 тысяч, я думаю, да, нормально за сотку было бы, потому что, ну, парфюмерные композиции довольно-таки качественные, не спиртовые, не химозные, аллергии у меня не вызывают, по-моему, страна производства их, Испания будет, ну, в общем, поживем, увидим, а на этом я завершаю это видео, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь, я вам всем говорю, пока-пока, всех целую, и до скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся, и до скорых новых встреч,